Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В Советском Союзе активное строительство подводных водок началось в середине 20-х годов. Было организовано техническое бюро номер 4, которое возглавил конструктор Борис Малинин. В этом бюро в 28-м году по заданию правительства и начали разрабатывать средние подводные лодки. По технической заявке они предназначались для операций во внутренних морях и прибрежной зоне. Проект получил обозначение «Щука» и предназначался для массовой постройки. Поэтому много внимания уделялось удешевлению конструкции. Стоит отметить, что большое влияние на проект оказала обследованная в 28-м году английская субмарина Л-55. У нее советская подлодка позаимствовала обводы и общий тип корпуса. К началу 30-го разработка была завершена. На Балтийском заводе заложили три головные подводные лодки. Присутствовавший на этом торжественном событии начальник военно-морских сил Рамуальд Мухлевич произнес слова, ставшие пророческими. «Мы имеем возможность этой подводной лодкой начать новую эру в нашем судостроении. Это даст возможность приобрести необходимые навыки и подготовить нужные кадры для развертывания производства». Первые подводные лодки типа «Щ» вступили в строй военно-морских сил в октябре 1933 года. Подводная лодка типа «Щ» серии 3. Водоизмещение надводное. 572 тонны. Силовая установка. Два дизельных двигателя мощностью 600 лошадиных сил каждый и два электродвигателя с суммарной мощностью 800 лошадиных сил. Скорость надводная. 11,5 узлов. Дальность плавания надводная. 1350 миль. Предельная глубина погружения 90 метров. Оружие. Два носовых и два кормовых торпедных аппарата с боезапасом 10 торпед и одно 45-миллиметровое зенитное орудие. В дальнейшем для всех флотов Советского Союза построили еще 4 серии подводных лодок. При переходе от одной серии к другой в проекты вносились различные конструктивные изменения, улучшающие качество лодок. Устанавливались более совершенные приборы навигации, радиосвязи, гидроакустики. Несмотря на отдельные недостатки, щуки отличались простотой конструкции, надежностью механизмов и обладали большим запасом прочности. Они могли погружаться и всплывать при волне до 6 баллов и не теряли мореходных качеств при шторме в 9-10 баллов. Торпедами подлодка могла потопить в океане линкор или авианосец. А благодаря своим сравнительно малым размерам, эти субмарины были очень поворотливы и почти неуловимы для катеров-охотников. В середине 30-х годов подводные лодки этого типа начали строить в больших количествах для всех флотов Советского Союза. Примерно в то же время создали систему присвоения тактических номеров. Для всех щук предусматривалась литера «Щ» с добавлением трехзначного номера. Первая цифра в номере обозначала принадлежность к одному из флотов. Единица – Тихоокеанский флот, двойка – Черноморский флот, тройка – Балтийский флот и четверка – Северный флот. Боевое крещение щуки получили в период Советско-финляндской войны. Они первыми из отечественных кораблей применили свое оружие. Боевой счет открыла подводная лодка «Щ-323». 10 декабря 1939 года в штормовых условиях экипаж этой субмарины потопил транспортный корабль противника. Три с половиной месяца продолжалась война с Финляндией. Все это время щуки несли боевое дежурство в Балтийском море и Ботническом заливе. Ими было потоплено большое количество транспортных судов противника. В суровых зимних условиях эти подводные лодки зарекомендовали себя с лучшей стороны. К началу Великой Отечественной в военно-морском флоте было 86 подлодок типа «Щ». После нападения Германии на СССР практически все щуки вышли на боевое дежурство. Первый боевой успех принесла подводная лодка «Щ-402» под командованием старшего лейтенанта Столбова. 14 июля 1941 года, проникнув на рейд порта «Хонингсвук», она потопила транспорт противника. А дальше для всего подводного флота Советского Союза начались суровые военные будни. Постоянное патрулирование морей, бесконечные всплытия и погружения, торпедные атаки. Погоди. Нет, Виктор, все-таки получит хозяева подарочек. Боевая тревога, торпедная атака. Третья и четвертая аппараты по базе противника, интервал 5 секунд, ТОПС. Есть, ТОПС. Оборот увеличить на 10. Есть, увеличить обороты на 10. Одобряйте двери. Давай. Третья и четвертая аппараты при! Помимо боевых рейдов, подводные лодки выполняли и несвойственные им функции. Доставка боеприпасов, топливо и продовольствия в осажденные приморские города, эвакуация населения, высадка десанта. Во время войны субмарины неоднократно подвергались модернизации. В 1942 году подводная лодка ЩЕ-101 была оборудована специальным бортовым устройством, в котором размещалось 40 мин. При этом она сохранила свое торпедное вооружение. В том же году на многих щуках было смонтировано устройство для резки заградительных сетей. Этот сетепрорезатель очень помог советским подводникам при прорыве мощного противоводочного рубежа в Финском заливе. Отдельного рассказа заслуживает и прочность подводных лодок серии ЩЕ. 10 февраля 1945 года советская подлодка ЩЕ-318 под командованием капитана Лошкарева возвращалась на базу. Путь субмарины пролегал вдоль берегов Финляндии. Воезапас лодки был израсходован в походе. На корпусе судна имелись незначительные повреждения. В условиях плохой видимости командир поздно заметил идущий на перерез немецкий транспортный корабль. Прозвучала команда «Срочное погружение», но времени не хватило. Корабль противника протаранил подводную лодку. Поврежденная субмарина начала тонуть. На глубине 65 метров экипажу удалось остановить неуправляемое погружение. Целый час поврежденная лодка находилась под водой. Наконец, гидроакустик доложил. Горизонт чист. Был отдан приказ на вскрытие. Осмотр повреждений привел к неутешительному выводу. Двигаться на базу можно только в надводном положении. Четыре дня практически неуправляемая подлодка пробиралась домой. Только благодаря советским конструкторам, которые заложили в эту лодку троекратный запас прочности, экипаж смог вернуться домой. Немецкий транспорт, нанесший таранный удар, превосходил нашу подлодку по водоизмещению более чем в четыре раза. При этом она вернулась на базу, а корабль противника затонул. В годы Великой Отечественной подводные лодки типа Ще были самыми эффективными субмаринами. На их боевом счету 30% потопленного и поврежденного тоннажа противника. С окончанием войны часть подлодок этого типа продолжала нести боевую службу. Они еще долгое время охраняли морские границы Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова